Люди должны знать о болезнях Гитлера или о привычках Наполеона. Они должны попробовать найти ответы на вопросы по поводу жизни пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Мне кажется, очень важно проследить эволюцию психического состояния Достоевского и любительных людей. А современная культура, она почему-то оставляет после себя мегатонны и космического мусора. Мне кажется, что каждый артист должен немножко пресекать поток этой информации о своих болезнях, о своих привычках, о разводах, оскорблениях. Люди тратят жизнь на изучение всего этого дерьма и шлака. И мне кажется, что чем его будет меньше, тем нам будет лучше и легче жить. Люди не знают, в какой школе его ребенок учится. Они не знают, как зовут его учительница. Они ни разу в жизни не видели его тренера по плаванию или по дзюдо. Отец не знает, как зовут друзей собственного сына и с трудом вспоминает после свадьбы, как зовут родителей жениха. Но при этом он может наперебой назвать мужа Ялы Бугачевой, знать, сколько было импарктов у какого-то там мастодонта и деятеля культуры. Мне кажется, все это космический мусор. Поэтому я стараюсь избавлять людей от этого. Если какая-то информация попадает совершенно случайно, то я стараюсь, по крайней мере, потом на ней не акцентировать никакого внимания. Поэтому болею я, не болею. Это не важно. Если люди не видят это на сцене, то, значит, мои мистические практики, мои артистические маски помогают.